Злате 7 лет. Она старательно выводит кисточкой с черной краской усы коту. По ее задумке, домашнее животное забралось на стол и съело блины. Кружок «Волшебная кисть» Злата посещает уже два года. Бежит сюда сразу после школы. На вопрос, почему нравится рисовать, отвечает открыто. Потому что здесь Любовь Владимировна нам дает рисовать красиво, подделки делать всякие. И мы делали вот такие сердечки на день Светлова Валентина. А вот Богдану больше по душе моделирования. Занимается им не первый год, уже успел сделать множество сувениров. Сейчас спроектировал и изготовил ракету с парашютом, которую придумал сам. На вопрос, что делать со своей ракетой, отвечает... Когда мы с мамой едем отдыхать в лагерь, там я со второго этажа ее скидываю, потом бегу вниз и подбираю ее после того, как она на парашюте спустится. В Центре развития творчества детей и юношества на Черемуховой сегодня работает 24 кружка. Здесь помогают найти себя и художественным натурам, и технарям с инженерным складом ума, и тем, кто любит бродить по просторам родного края. Центр является одним из старейших учреждений дополнительного образования во Владивостоке. Развивает и воспитывает детей с 1975 года. Детки у нас очень активные, потому что они занимаются уже... Ну, здесь все знают наш центр и занимаются на протяжении многих лет. Многие дети посещают 2-3 кружка и ходят целыми поколениями, целыми семьями. Вот, и поэтому, как бы, такие традиции соблюдают, соблюдаем мы дружбы с родителями. Сейчас здесь занимаются около 2000 школьников в возрасте от 6 до 18 лет. Многие коллективы центра имеют награды. Музыкальный театр «Персона» – лауреат российских и международных конкурсов. Под руководством педагога Наталья Усенко дети учатся пению, художественному чтению, актерскому мастерству, изготовлению декораций, элементам костюма, грима, узнают об истории театра. Ежегодно призовые места на различных конкурсах, в том числе и на международных, занимают участники ансабля «Гармоника». На протяжении многих лет они поддерживают тесную связь с уссурийским казачьим войском. Во Владивостоке сегодня работает 21 учреждение дополнительного образования. В них бесплатно занимаются более 30 тысяч детей. Каждый центр предоставляет широкую программу обучения. Ребята изучают историю родного края, сочиняют стихи, поют песни, пишут статьи, конструируют, фотографируют, занимаются спортом и, что не менее важно, учатся дружить и достигать поставленных целей. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Новости на Восьмом.